Плёночка за плёночкой покрывалась поверхность, по которой она текла, и образовывались вот такие вот водопады. Спустимся чуть ниже. Скользко. 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 Когда спириловики открываются в какую-то новую пещеру, они ищут какое-нибудь образование, похожее на человеческое лицо. И называют его хозяином пещеры. У нас тоже есть свой хозяин. Вот вы можете наблюдать. У него есть глаза, нос, рот. Есть схожие с человеческим обликом. Но наш хозяин любитель садовод. И он выращивает свои кактусы. Вы можете наблюдать там кактусы, которые он выращивает. Если посмотрите выше кактусов, растут такие чёрные бороды. Это не что иное, как корни дуба. Дуб называется скалистый. Дуб через 8 метров породы пробился сюда, чтобы прожить, выжить. То есть дубу не волнует какая температура находится на улице, какая там влажность, были дожди или не были. Он никогда не высохнет и никогда не замёрзнет. Потому что здесь я ещё раз повторяюсь. Постоянная температура плюс 9 градусов. И постоянная влажность 98%. То есть он всегда здесь питается влагой и всегда находится в тепле. Ещё есть у нас здесь ламповая флора. Что такое ламповая флора? Если вы сюда посмотрите, вы увидите такое зелёное покрытие. Когда мы сюда спускаемся в пещеру, мы с тобой несем споры всяких разных растений. Много всяких различных бактерий с поверхности. Оседая на породу, они начинают здесь привыкать и жить. Но живут они только под лампочками, чтобы вырабатывать какую-то стинку. Чем-то питаться. Институт она питается не какой-то тиску, а только светом. Некоторые спрашивают, почему вы всю пещеру так слабо осветили? То есть тускло так. Если её осветить полностью всю, то здесь будет всё полностью зелёное. Вы смотрите, здесь будет ненастя и будет неинтересная экскурсия. Пойдёмте.